Ну что, начнем потихоньку. Добрый день. Я рад вас приветствовать сегодня на этой конференции. Меня зовут Вагиф Абилов. Я живу и работаю в Норвегии, в норвежской фирме Miles. Если у вас какие-то будут вопросы по презентации или о чем угодно, вы можете связаться со мной. Мои контакты, вы можете меня найти в твиттере. Иногда я пишу какие-то статьи, вот если на код-проекты в основном и что-то в моем программистском блоге. Поскольку сегодня мы будем говорить о тестах, о приемочных тестах, об исполняемых спецификациях, вопрос, кто занимается не только разработкой, а вот и тестированием или, например, только тестированием? Ага. А кто занимается разработкой? Все-таки больше разработчиков. Кто пишет не просто юнит-тесты, а именно приемочные тесты? Меньше, чем просто занимающиеся стервами, но тоже достаточно много. Вот сегодня мы будем говорить о приемочных тестах. Это очень важно не путать просто с юнит-тестами, поскольку, что касается юнит-тестов, то технология достаточно наработана и методология, в общем-то. Вот у нас есть этот цикл Red Green Refactor, когда один и тот же человек, как правило, может быть сначала пишет тест, потом пишет код или все это, как правило, пишется совместно. Совместно. Но трудно на самом деле ожидать, что качество вот этих тестов будет существенно отличаться и принципы написания их будет существенно отличаться от принципов написания основного кода, который он пишет. Что касается приемочных тестов, то вообще ситуация другая, поскольку очень часто это другие люди. Они могут использовать другую технологию, какие-то скрипты, другие языки программирования, платформы. И вот мой личный опыт, когда я сталкивался с такими тестами, он показывает, что их качество, вот такой вопрос, на самом деле он не совсем корректно задавать, поскольку их качество, оно очень разнится. Я работал в проектах, где тесты были ужасные или просто отсутствовали. И были проекты, где наоборот тестировщики шли впереди основной команды, поскольку основная команда была очень консервативна, любое изменение в технологии нужно было координировать с большой организацией, а тестировщики на самом деле могли делать все, что хотели. И если туда попадались очень хорошие специалисты, на самом деле это давало большие преимущества. То же самое касается жизнедеятельности, срока жизни таких тестов. Он различался порой от новый человек, новые тесты, хотя на самом деле при правильном подходе тесты могут жить дольше, чем сам продукт. Вы можете поменять язык, на котором вы пишете, а тесты могут жить. И вот часть сегодняшней презентации именно о том, чтобы фокусироваться на более важных вещах. Потому что если мы посмотрим, о чем мы, разработчики, часто думаем, то картина психологически понятная, вот мне как разработчику, но вместе с тем, конечно же, странная. Вот был такой опрос разработчиков о том, что они считают наиболее сложному для себя в работе, и 49% ответили, что это наименование, придумание имен. То есть не сам дизайн, это всего лишь 2% считают сложным. То есть они готовы создать все, что угодно, а вот какое имя придумать к этому, вот это действительно настоящая проблема. 2% документация, 8% тоже достаточно звучит, как dealing with other people. И 49% это работа с именами. И вот мне кажется, это показывает, насколько мы фокусируемся на внутренних вещах. Мы не думаем часто о том, как наш продукт скоординировать, как действительно реализовать то, что заказчик ждет. Мы знаем, что нам надо делать. Проблема в том, что мы часто делаем столько, что нам не хватает имен, чтобы это правильно назвать. И вот то, о чем я уже начал говорить, о том, что при правильной организации, на самом деле, двигаясь с приемочных тестов, или как часто используется термин «executable specifications», исполняемые спецификации, мы можем на самом деле это сделать движущей силой всего продукта. И, в общем-то, это будет неким таким, как можно сказать, first class citizen, то есть граждане первого сорта. Вот эти вот тесты, эти спецификации, с которых мы начнем. И если еще сказать пару слов о тестировщиках, во многих проектах тестировщики – это люди, которые живут своей жизнью, и они могут брать все, что угодно, и писать на чем угодно, потому что то, что они делают, это не уходит в продукцию. Вместе с тем, это на самом деле дает определенные преимущества, потому что во многих проектах очень консервативно, или в некоторой степени консервативно, по хорошим причинам тек-лида, руководство, и очень трудно просто прийти с идеей новой библиотеки или нового языка программирования. Что же касается тестов, там можно пробовать очень много, и вот надо, мне кажется, этим пользоваться. Вот в тех проектах, в которых мне удавалось работать тоже с тестами, на самом деле удавалось многого добиться, без того, чтобы какой-то там центральный орган вмешивался в работу и мешал, говорил, что вот на этом языке писать это делать нельзя. То есть можно это использовать своим преимуществом. И поэтому то, что мы сейчас пройдем, в основной части презентации, это какие-то уроки, которые лично я извлек из проектов, в которых работал, это 10 шагов к более чистому и компактному коду приемочных тестов и так называемых исполнениях спецификаций, поскольку это именно то, как в проектах, в которых я работал, мы писали наши приемочные тесты. Мы начнем с более методологических, более общих вещей, и будем постепенно спускаться на более технические, вплоть до упоминания конкретных библиотек. В основном примеры, которые будут давать, они будут связаны с .NET и C-Sharp, но в общем-то это общего рода рекомендации, они также применимы к другим языкам программирования. Вот первое, с чем мы начнем, может быть, я прошу прощения, это слишком как бы общо, и как в прошлом докладе было сказано, это капитан очевидность. Тем не менее, для разработчиков это нужно не перестать повторять, потому что очень многие ошибки, которые мы делаем, они связаны с недостатком взаимодействия. Вот я очень хотел перевести это с английского, поскольку остаток презентации у меня на русском, но я могу признаться, что я сдался, пытаясь перевести это на русский дек, так как уместилось в один слайд, я обратился к помощи интернет-сообществ, но ничего, я нигде не нашел перевода этого по-русски, чтобы это было более мечтаемо, и поэтому надеюсь, что это понятно. Здесь очень важные такие моменты, как, например, outside-in, извне, внутрь. То есть вот разработка должна вестись именно так. Если вот лет 10-15 назад можно было уютно сидеть со своим API, со своими библиотеками, добавлять новые методы, то сейчас все-таки современный метод разработки, он основан на постоянной обратной связи. И вот то, что Dan Nord примерно 10 лет назад сформулировал, это должно быть движущей силой, ну не обязательно должно быть, скажем так, это помогает быть движущей силой проекта при написании новых функционалов. И вот несколько, пара комментариев об этом. Это Лиз Кеук, известный специалист тоже в BDD, она говорила, что важно при этом не фокусироваться на каком-то инструментале. То есть есть очень многие энтузиасты BDD, которые считают, вот мы сейчас будем использовать Cucumber или SpecFlow, и вот все у нас будет вокруг этого построено. Очень важно не забывать, что все-таки главным является взаимодействие в команде, а не фокус на каких-то программах, библиотеках. Это первое, с чего надо начинать. И вот здесь мы подходим, может быть, к главному, вокруг чего будет построен остаток моего доклада, это используемые исполняемые сертификации и как лучше писать код для него. Вот вскоре после того, как Ден Орд вышел с вами концепцией BDD, появился так называемый язык Геркин. Изначально он корнями с вами уходит в Норвегию. Аслак Хелесой, норвежский программист, сначала на Рубе написал такой фреймберк названием Cucumber, огурец, и вот потом он из него извлек язык, который является на самом деле подмножеством естественного языка. Это язык формулированной спецификацией. Причем это не обязательно должен быть английский язык. Важно даже, что в ваших проектах, в которых вы работаете, это был бы язык, вот тот, на котором общаются заказчики, это был бы язык, который более привычен всей команде. То есть вот в проектах, в которых я работал, где основная коммуникация шла, например, на норвежском, там очень важно было те спецификации тоже писать на норвежском. Я знаю, что GERK это open source, поэтому я, кстати, не знаю, есть ли реализация GERK для украинского, но для русского точно есть. Это тоже важно, поскольку если все делать по-английски, это тоже часто грешат разработчики, то это может создать определенный барьер для взаимодействия с другими членами команды. Важно, чтобы вот спецификации, они писались на языке, который понятен для всех. Какие это преимущества? Ну, помимо того, что спецификации пишутся на естественном языке, они формализуют требования к продукту, потому что вот это не просто написанная по-русски спецификация, это на самом деле можно автоматизировать и подключить к ежедневным билдам, так что у вас все это будет прогоняться на сервере, и каждый день вы будете получать отчеты. Вопрос, кстати, кто пользуется такого рода спецификациям на геркене или на чем-то, или может быть фитнес? Достаточно много. Кто жалеет об этом выборе? А, никто не жалеет. Кто жалеет, что не пользуются этим? А, несколько человек жалеет, что не пользуются. Попробуйте. Это является еще живой документацией. Проблема с документацией, которая не линкуется к билдам, то, что в лучшем случае считают один раз. Очень часто разработчики вообще не читают такую документацию, потому что они полагают, что она устарела еще до того, как была окончательно написана. И они часто бывают правы. Когда у вас за всем этим стоит ежедневная сборка, то по определению ваша документация всегда будет живой. И это говорит ее пользу. Показывает процесс разработки и прогресс разработки. Является, в общем-то, пока с функциональным покрытием. Вот это скриншот с небольшого такого тестового проекта. Это взятый спикфлоу. Это добавка для Visual Studio. И видите здесь, вот в текущем спринте, небольшой такой игрушечный проект. Реализация там SMS payment. И вот четыре сценария. insufficient balance. Значит, послать деньги к незарегистрированному пользователю, между двумя зарегистрированными. И принять от незарегистрированного. И вот сейчас работает только это. Это очень понятно для всех, кто работает в проекте, что вот у нас есть четыре сценария. Из них один только работает. Два вообще pending, значит, еще в прогрессе. И один реализован был, но какая-то там была ошибка. Если сравнить, вот это code coverage примерно вот 6-7 летней давности из одного моего проекта, которым я был очень горд, потому что здесь практически все на уровне 100%. Но те, кто работает с юнит-тестами, знают, насколько тяжело до 100% добить покрытие тестами. Но вот постепенно я начал осознавать, что ничего, кроме уважительного кивка руководства, информативно это не дает. Ну да, вроде все программы работают, все оттестировано, но на вопрос, хорошо, а вот мы должны на следующей неделе выпускать вот такую новую функцию. Это работает? А нет, вы знаете, это еще пока не работает, потому что вот мы ждем, что будет сделано вот это. Но тем не менее все тесты есть, но они тестируют что-то немножко другое. Когда у нас есть функциональное покрытие, когда у нас есть исполняемые спецификации, и мы идем по сценариям, показываем, что готово, что нет, это на самом деле очень помогает всей команде понять, где же мы находимся. Вот если у вас хотите какой-нибудь примеры демонстрации исполняемых спецификаций, я рекомендую зайти на такой сайт, сейчас я прощу вас, relishup.com, за этим сайтом находятся некие BDD-энтузиасты, и если у вас есть какой-то проект, вы можете там хранить его спецификации. У них есть также планы для enterprise-проектов. И вот здесь есть очень много интересных примеров. Например, вот такой пример, flight emission calculations. Здесь находятся правила для подсчета загрязнения окружающей среды самолетами. Вот вы можете пройтись через все сценарии, посмотреть, как они выглядят. И здесь, видите, все это написано на английском, given, when, then. Здесь указаны примеры. И это все, на самом деле, за всем этим стоит какой-то там билд, который прогоняет это через серверы, и каждый день или хоть с каждым коммитом вы можете получать отчет, или те, кто стоит за этим проектом, получают отчет, как это работает. Если вы только начинаете с исполняемыми спецификациями, я рекомендую посмотреть примерно, как они пишутся. Это дает неплохую информацию о том, как к этому подойти. А подойти к этому, на самом деле, достаточно важно с правильной стороны. Очень важно, чтобы в таких спецификациях, вот сейчас на других слайдах я более крупно это покажу, были действительно пользователи. Вот этот сценарий очень простой. Это из блога MattaWinny, где он показывает, как действует сценарий о том, что Дэйв приносит своего, не знаю, щенка или котенка, Флаффи, к ветеринару, и как ветеринар берет плату за визит. И вы видите, здесь все очень конкретно. Dave pays cash, veterinarian charge Dave's for the visit. Здесь все легко, но в случае, когда мы работаем с системами, с сервисами, очень часто мы сбиваемся на нижний уровень. И у нас здесь начинаются роли такие. Когда сервер А получает там HTTP пост от такого-то клиента, тогда сервер должен вернуть вот это. На самом деле мы падаем на уровень интеграционных тестов. И желательно не падать на этот уровень, поскольку очень часто мы тестируем не то. И я хочу поделиться примером из личной жизни, ну не совсем здесь, из профессиональной жизни. Около года назад я участвовал в проекте, в котором мы должны были делать сайт для мониторинга результатов норвежских парламентских выборов. Это был сайт для норвежской телевизионной компании государственной. И требования к сайту были, конечно же, очень большие. И мы не имели права ничего подсчитывать, потому что никакой статистики. То есть мы получаем данные от центрального статического бюро, которое в онлайне получает все данные с выборов. И не дай бог мы что-то туда внесем, чтобы там на экране не получилось 146%. Нам нужно было только выдать все это на экран, как можно быстрее. Значит, в базу данных и послать на сервис, который работал с очередями. В начале у нас все это выглядело примерно так. И, как видите, здесь роли были очень неясные в плане того, как же люди с этим работают. То есть у нас, да, мы получаем отчет от центрального бюро, какие-то данные, потом сервис должен сказать окей, таблица должна содержать какой-то отчет. То есть у нас какие-то сервисы, таблицы. И все это очень трудно понять, как это тестировать. И когда мы начали тестировать, мы выяснили, что на самом деле это очень… Так лучше? Спасибо. Когда мы начали тестировать, мы поняли, что не в каждой среде это легко протестировать. Я вам покажу сейчас примерно, как выглядит такой вот код. И код на самом деле очень технический. Вот видите, Q exist, delete, Q create, Q. То есть мы должны постоянно обращаться к каким-то очередям, что-то там удалять, что-то там прибавлять. И нам sysadmin сказал, вы знаете, на некоторых серверах вы просто не сможете протестировать. У вас нет права на этом сервере уничтожить такую-то очередь. И мы задумались, что-то мы делаем не так. Потому что мы тестируем, мы пишем приемочный тест для системы. Наши пользователи будут смотреть в браузер. Они тем не менее увидят реально, что что-то поменялось или не поменялось. Значит, надо протестировать с точки зрения пользователя. Поэтому то, что мы сделали, мы поменяли. Переработанный сценарий выглядит так. Видите, появилась роль? Роль – это «я». Опять же, «я» – это немножко такая опасная роль. Если в программе, в продукте разные пользователи, то, может быть, важно прописывать конкретно, в какой находится роли. Но поскольку речь идет просто об одном человеке, который следит за парламентским выбором, то этого достаточно. То есть, если я смотрю в браузере и вижу, что текущие результаты таковы, что местная рабочая партия имеет три голоса, H – это партия правых, V – партия левых. И когда сервис получает такие-то даты, здесь, к сожалению, у нас приходится говорить о роли сервиса, поскольку это действительно внешняя система нам что-то шлет. И я жду 10 секунд. На самом деле, за одну секунду все укладывается. Но поскольку речь идет о приемочном тесте, чтобы гарантированно он прошел, мы немножко ждем, то я должен увидеть, опять же, в моем браузере вот такое изменение. Мы это все сделали с помощью Selenium и WebDriver. То есть, мы сделали на уровне браузера. Многие разработчики, они предпочитают не автоматизировать тесты юзер-интерфейса. Считают, что, конечно, проще тестировать это на уровне модулей. Но на самом деле именно это дало нам вот такой приемочный тест, в отношении которого мы знаем, что если вот это все пройдет, действительно система работает как надо, поскольку это прошло через все уровни. И, как выяснилось, никакого обращения к сисадминам, никакого открытия очередей и серверов для этого не понадобилось. То есть, это существенно упростило работу, и это на самом деле повысило качество тестирования, мы тестируем все уровни, и повысило, в общем-то, читаемость этого теста. Это, в общем-то, приближает нас к следующему пункту о том, что как нужно спускать на нижние уровни. То есть, это тоже очень важный момент. Мы очень часто в спецификациях пишем не только, что нужно делать, но еще мы срываемся на то, что мы пишем, как делаются эти вещи. И вот, если вы, например, пишете финансовую систему, то очень важно, чтобы в ваших спецификациях присутствовали такие термины, как платеж, кредитная карта, транзакция. Но если вы видите, что в ваших сценариях появляются такие термины, как REST, RUBI, база данных или веб-сервис, то с определенной вероятностью вы, может быть, уже перешли на уровень интеграционных тестов, поскольку ваши пользователи, они не знают, что такое REST или RUBI. Они работают с платежами. И очень важно остаться на этом уровне при написании приемочных тестов, чтобы вы работали только с языком вашего домена, а не с языком техническим. То, что касается уменьшения уровня трансляции. Когда мы пишем тесты высокого уровня, очень часто мы вынуждены мириться с тем, что тесты пройдут через многие уровни системы и, соответственно, через многие уровни трансляции. И здесь надо быть достаточно критичным в выбору языков, платформ, того, что мы выбираем для написания приемочных тестов, а не просто наследовать то, что основные разработчики кода продукта делают. Не всегда это в равной степени подходит к приемочным тестам. Вот если взять очень такой простой сценарий, написанный на Геркене, и посмотреть, как он может быть записан, вот этот вот given when then, на трех языках. Вот мы посмотрим на C-sharp с помощью SPEC-Flow, RUBI, CUCUMBER, и вот, может быть, немножко такой экзотический выбор, F-sharp и TIC-spec. Вот давайте посмотрим, как это может выглядеть на C-sharp. Виден, в принципе, код? Нормально? Значит, вот у нас given when then. Те, кто пользовался SPEC-Flow, .NET, знают, что вот мы, когда пишем какое-то утверждение на естественном языке, оно должно быть транслировано в C-sharp. И поэтому в SPEC-Flow это дело с помощью атрибутов. У нас есть атрибут, но есть еще какая-то основная функция, основной метод. И вот метод, он как-то там называется, как правило, похожими словами. Но небольшая проблема в том, что если у нас формулировка здесь изменилась, то автоматически сгенерированное ими метода не изменится. Это из-за этой системы не сломается. Но когда продукт растет, из этих спецификаций и сценариев становится все больше, это вносит какой-то вот некий дополнительный уровень трансляции, скажем так. Мы можем где-то в коде вызвать не тот метод, это может стать источником ошибки. Если мы посмотрим, как изначально было это сделано в Ruby, когда Астак Хелесой придумал Cucumber, как видите, Ruby гораздо более либерален в этих вещах. Здесь не нужны какие-то дополнительные атрибуты. То есть вы пишете просто на естественном языке, и этот же естественный язык транслируется в исполняемый код. Казалось бы, если мы работаем с .NET, мы не можем ничего такого добиться, и мы вынуждены отдельно писать атрибуты, отдельно писать методы. На самом деле даже в .NET существуют более широкие возможности. Если взять язык F-sharp, здесь небольшая библиотека под названием TIC-спек, для него BDD-библиотека, то увидите на самом деле, что все это выглядит гораздо более компактно, и F-sharp поддерживает методы, в которых могут быть любые символы, в частности пробелы. И F-sharp вообще гораздо более компактный язык, чем C-sharp. И в частности, для BDD он в некотором смысле более применим. Я не говорю, опять же, к тому, чтобы вы сразу, например, брали за такие языки, как F-sharp. Это гораздо более сложный выбор. Я просто хочу сказать, что когда вы выбираете среду для написания приемочных тестов, надо руководствовать вот такими прагматическими соображениями о том, что лучше подойдет, что даст вам меньше уровней трансляции. И это может оказаться тот же Ruby. Например, я работал в проекте, где основной код писался на C-sharp, а тестеры писали все на Ruby. Это тоже был нормальный выбор. То есть важно быть достаточно прагматичным к выбору языка для ваших приемочных тестов. Немножко об исследовательских скриптах. Программисты, которые много работают на Yavi, C-sharp, как если нам надо исследовать что-то, у нас, например, какая-то система, которой мы не знаем, как она работает. Мы очень часто бросаемся писать сразу какие-то тесты. Я вот так неоднократно делал. Кто вот для того, что есть какая-то незнакомая библиотека, сразу пишет некоторые юни-тесты, чтобы посмотреть, что они там выдадут, если вызвать какие-то там функции. Кто вот такие вещи делал? Не многие. Я делал, я признаюсь. Это связано с тем, что формируется какой-то стереотип в отношении того, как протестировать какой-то незнакомый API или веб-сайт. Между тем появляются в том же Дотнете, в той же Yavi, и средства гораздо более эффективной работы. В частности, появляется возможность использования инструментария REPL. Это readable и evaluate print loop, когда вы можете просто использовать язык как скрипт и писать на нем какие-то утверждения, и у вас они будут выполняться прямо в командной строке и будут выдаваться результаты. В частности, для C-Sharp есть такой интересный продукт, такая компонент, по-моему, скрипт СС. Кто встречался с этим? Ага, кто-то знает. Очень рекомендую посмотреть. Это вот некая такая надстройка над Дотнетом и C-Sharp, когда вы можете просто загружать скрипт, написанный на C-Sharp, или вы можете просто вызвать в командной строке, нажать скрипт СС и начать писать код. В качестве демонстрации, если вы зайдете в Google и даете поиск по Fluent Automation в YouTube, вы найдете небольшое видео, которое я сделал, как раз когда готовился к похожей презентации, которое показывает, на самом деле, как с помощью скриптов можно управлять на C-Sharp, можно управлять веб-страницей. Вот здесь с правой стороны я пишу что-то на C-Sharp, причем, видите, это использует тоже немножко в таком стиле BDD API, iHover, то есть я делаю что-то. Я это пишу, значит нажимаю Enter, и тут же с левой стороны в браузере происходит что-то связанное с тем, что я пишу. Вот я написал другую команду, происходит другое и так далее. То есть на самом деле вы очень многое можете автоматизировать из вашего языка, на котором вы пишете продукт, и потом, используя, например, вот эти вот скрипты, если вы пользуетесь скрипт C-S, вы можете непосредственно этот скрипт взять и добавить в ваши приемочные тесты. Если вы тестируете юзер-интерфейс, это очень важно, чтобы вы в ваших тестах напрямую не обращались к драйверам нижнего уровня. Вот как сам истюарт в свое время сказал, что если вы напрямую вызываете веб-драйвер, то ваш тест написан неверно. Действительно так, нужно, конечно же, написать, иметь какую-то библиотеку управления вашим продуктом, управления вашим веб-сайтом, и тогда это, конечно, упростит поддержку ваших тестов. Вам не нужно будет переписывать каждый раз, они не будут падать, когда у вас что-то меняется. Опять же, для многих это может быть капитан-очевидность, но я очень много сталкивался с тестами, в которых напрямую прямо из теста шло управление веб-сайтом или веб-сервисом на достаточно нижнем уровне, и это очень усложняет дальнейшую работу. И что касается многих источников мотивации, очень важно обращаться к тому, что происходит в комьюнити, в сообществах. Помимо обычного DRY, don't repeat yourself, на самом деле очень важно еще не повторять других. Очень важно не замыкаться в каких-то так называемых enterprise продуктах. Это очень печально, но в некоторых организациях есть какая-то даже политика о том, что если это официально выпущено на Microsoft, например, anti-framework, мы это используем, а если, например, это n-hibernate, к этому у нас меньше доверия, потому что это, значит, open-source. Хотя на самом деле практика показывает, что поддержка продуктов open-source, она часто бывает на гораздо более высоком уровне. Вот если ваш отнесет 20-framework, до недавнего времени вы должны были ждать там годами. В то время как в n-hibernate это все делалось достаточно быстро. Другим примером является MS-test. Кто пользуется MS-test в продуктах .NET? Кто пользуется не MS-test, когда пишет на .NET? Ага, больше. Но когда есть возможность, выбор, я всегда, конечно, использую не MS-test, потому что это хороший пример, как продукт, который поддерживается одной из крупнейших компаний мира, фактически не претерпел никаких изменений за долгие годы, в то время как n-unit, x-unit, они очень сильно изменились к лучшему. И вот пример того, как на самом деле вам может помочь комьюнити, вам могут помочь open-source библиотеке. Положим, у вас есть такой сценарий, вы должны проверить пользователей в базе данных. Сценарий совершенно глупейший с точки зрения функционала, поскольку если у нас есть такие пользователи, то они должны быть в базе данных. Это чисто для демонстрации того, чем можно при этом пользоваться. Вот у нас есть, вначале мы должны зарегистрировать что-то в базе данных, а потом нужно проверить, что эти данные там лежат. Значит, как их можно сделать, используя разные подходы? Вот давайте. Вот у нас есть given and then, написанный на specflow и c-sharp. Вот у нас нужно конвертировать таблицу в пользователей, создать пользователей. Это все очень нетривиально, если все это писать на обычном, скажем так, как c-sharp с использованием библиотек, тоже nt framework. В каком-то нетривиально. Это как раз тривиально с точки зрения техники, но вы потратите на это много линий вашего кода. В то же время, давайте посмотрим, как это можно реализовать. Вот, значит, у вас DTO, класс user. И вот если вы будете это писать просто на обычном c-sharp, вы будете писать что-то примерно такое. Вот у вас таблица. Значит, в ней есть колонки. Нужно создать эти данные. Потом, значит, нужно создать их пользователей. И так далее. То есть, как видите, у вас очень много кода. Я даже не стану вдаваться, сколько линий кода вам нужно будет, чтобы писать create users и compare users. Ну, минимум 100 линий у вас на это уйдет. Теперь посмотрим, как все то же самое можно сделать, используя некоторые open-source библиотеки. Значит, если вы воспользуетесь библиотекой specflow assist, которая раньше была дополнением specflow, сейчас она включена, то вы просто пишете table create users. То есть, эта библиотека, она сканирует ваш сценарий и интерпретирует вот эти вот колонки, ищет в базе данных, ищет, вернее, в классах пропорти с теми же самыми именами и создает их. Если вы используете другой библиотекой, simple data, то вот столько кода вам нужно написать, чтобы вставить в таблицу уже созданные классы с пользователями, записи класса с пользователями, поскольку она делает примерно то же самое, что с specflow assist, только с базой данных. Она ведет базу данных, находит таблицы, смотрит. Там должны быть такие колонки. Значит, давайте создадим там данные и запишем туда данные вот из этих наших колонок. Compare users то же самое. Если у нас есть specflow assist, это делается с помощью одной строки. То есть, очень часто мы забываем посмотреть, что вокруг нас, а такие вещи, как создать пользователь в базе, проверить, что пользователи лежат в базе. Это то, что решается ежедневно тысячами других разработчиков. И, конечно, для этого есть уже написанный кем-то код. Еще такой момент. Пробуйте динамические языки. Не случайно Ruby очень часто используется для тестов. Часто приемочные тесты не требуют таких церемоний, как основной код продукции. То есть, постоянно идет дискуссия о том, можно ли, хорошо ли писать на JavaScript весь сервер. Хотя, как известно, кто-то сказал, что все, что может быть написано на JavaScript, рано или поздно будет написано на JavaScript. Но, тем не менее, пока этого еще не случилось, и пока на это еще существуют вполне разумные дискуссии. Но, в том, что касается тестирования, на самом деле динамические языки, такие как JavaScript, Ruby, тот же самый C-Sharp, динамик C-Sharp, который сейчас уже доступен, начиная с версии 4, они дают огромные преимущества. И вот я рекомендовал бы тоже смотреть в эту сторону. Здесь на этот счет тоже есть несколько примеров, которые я вам могу показать. Вот пример этот уже упомянутый мой Simple Data. Если у вас есть база данных, в которой есть таблица альбомы, albums или album, и в которых есть колонки title, жанр ID, album ID, то вот все, что вам нужно для того, чтобы выполнить запрос к этой базе и вытащить вот эти данные по такому критерию из таблицы. Вам не нужно никаких DTO, вам не нужно объявлять таблицу user. Это нечто похожее, если вы хотите обратиться к серверу OData. Например, вот Nuget, который, наверное, многие из вас пользуются, те, кто работает с .NET, он использует OData протокол. Если вам нужно посмотреть какие-то там пакеты, вам не нужно создавать какие-то классы для этого. Вот буквально несколько линий кода, и вот генерируются такие периквесты. То есть это все очень упрощает написание кода, который как раз часто используется при тестировании. И вот, кстати, вариант для спикфлоу. Вот у вас это с таблицы DTO сверху, если мы используем. А если мы используем simple data, нам не нужно вообще никакой DTO, нам не нужно объявлять колонку user. Вот так вот мы создаем наших пользователей. То есть возможности динамических языков здесь, конечно, очень большие. Как говорится, last but not least, очень часто разработчики используют, применяют свои верные принципы к вещам, которые в них не нуждаются. Например, убрать за собой. Если у вас есть тесты, и тест создает какие-то данные, то очень многие затрачивают большие усилия для того, чтобы вернуть базу данных в состояние, которое было до того, как шел тест. Я, честно говоря, практически не знаю, но за редким исключением случаев, когда без этого нельзя было обойтись. Скажем, тест, когда начинается, он должен, по идее, рассчитывать на худшее, что есть какая-то грязная база, создать потом в given контекст, который ему нужен, и потом уже в чистом контексте исполняться. И есть в базах данных часто данные, которые просто невозможно удалить. Например, если у вас есть пользователь с каким-то именем, и часто у вас нет такой API, который может его удалять. Значит, вы должны писать какие-то дополнительные скрипты. Это не стоит того. И, например, вот такой, если вы создали пользователя в вашем тесте, и потом должны его удалить, вы проходите еще такой вот хоплекс, безнадежный подход, когда вы должны уничтожить пользователя. Но у пользователя есть еще и какие-то заказы, сообщения, платежи. Вот это надо все удалить, поскольку пользователь, он связан огромным количеством ключей с другими таблицами. Это можно все решить более практически. Если у нас есть какой-то пользователь с именем, а в нашем тесте нам нужен пользователь с этим именем, и мы должны его создать, давайте просто переименуем пользователя. То есть давайте просто дадим новые имена всему тому, что нам мешает, после чего нам можно будет этот тест прогнать. То есть вот такой практический подход, он на самом деле помогает сокращать время на написание приемочных тестов и фокусироваться на более важные их части. Вот немножко, если попробовать вернуться к тому, о чем мы говорили, самым важным, хотя может быть самым очевидным, с моей точки зрения является, что в команде должно быть взаимопонимание, должна быть хорошая коммуникация на уровне всех членов команды. И очень важно, чтобы это шло не на таком техническом уровне, а на уровне реального живого общения. Вот в проекте, в котором я работал, мы очень много достигли, используя исполняемые спецификации. И мне кажется, что это постепенно становится неким таким стандартом де-факто. Я очень рекомендую это использовать. И вот еще такой вот важный опыт, это использовать динамических языков и вообще отношение к приемочным тестам, как, может быть, к некой области, в которых можно пробовать новые технологии, гораздо легче, чем это нам будет разрешено сделать при написании основного кода продукции. Значит, этот слайд, я думаю, будет, вообще слайды эти будут доступны на сайте, мне кажется, организаторов. Если нет, я могу это выслать, если вы свяжетесь со мной. А теперь, поскольку осталось 5 минут, я хотел вам предложить нечто совсем имеющее отношение к тому, что мы сейчас, о чем сейчас говорили, но имеющее в некотором необычном ключе. Я хотел предложить вам для некого ворминга, скажем так, спеть песню караоке о том, как писать хороший код. Я так периодически заканчиваю своей презентацией, и поскольку это была презентация о том, как писать хороший код, то песня называется «Beautiful Code». Я заметил, что очень много книг написано о нашей профессии используемое слово «beautiful». Если вы войдете на Amazon, вы, конечно, найдете книгу, которая называется «Beautiful Code». Beautiful Architecture – это не о зданиях, это, конечно же, о масштабируемых софтверных системах. Вы найдете «Beautiful Mapping», «Beautiful Visualization», даже «Beautiful Security», хотя, мне кажется, это ктимарон. Вот, конечно, «Beautiful Build». И вот в духе этого всего я предлагаю сейчас спеть песню о том, что тоже может быть «Beautiful». «Beautiful» – это вариация на тему песни, которую, наверное, многие из вас знают. И поскольку пение не является моей профессией, то я прошу вас подпевать по возможности. Играет музыка «Every day was so beautiful, but suddenly I'm full of fears. They just said we should work in pairs. What have I done? It's just not fair. My coat is beautiful. Don't touch it. It is mine. Bugs won't bring me down. My coat is beautiful in every single line. Bugs won't bring me down. Oh, no. But please don't run my coat tonight. Your singletons, they are adorable. They can be reached from anywhere. Your sequel calls, they are injectable to help somebody to help somebody in despair. Your coat is beautiful. I won't touch it. It is yours. Bugs won't bring you down. Your coat is beautiful. In every single close. Bugs won't bring you down. But please don't run your coat tonight. Don't ask me why. Our coat is beautiful. Don't touch it. It is ours. Bugs won't bring us down. Our coat is beautiful. In every single close. Bugs won't bring us down. Oh, no. Oh, no. Don't ask me why. It is beautiful. It is beautiful.